Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Сбывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня в программе Очевидец У нас Альфред Петрович Рубикс Бывший председатель Рижского горосполкома Который много сделал для нашего города И того облика Которого мы видим сегодня И мы поговорим о том Вот как этот облик закладывался И попутно потом еще поговорим Еще об одной теме Которая сейчас очень актуальна Это тема гражданской обороны Потому что в советское время Руководитель горосполкома Одновременно являлся и Главой городского штаба Гражданской обороны И это было достаточно серьезно Все сделано Об этом Альфред Петрович расскажет У микрофона автора ведущая Людмила Прибыльская И мы ждем ваших звонков В студию по телефону 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Задавайте свои вопросы Делитесь впечатлениями О том, как вы помните Ригу 80-х годов Если кто-то помнит Какая ностальгическая Может быть мысль у вас возникнет По этому поводу Или воспоминания Пожалуйста, расскажите об этом Чем-то, может быть, нас порадуйте В это достаточно тревожное время Итак, мы начали тему обсуждения Развития Риги Две недели назад С Арменом Халатяном И тогда мы говорили о том Что всегда, во все времена Существовали планы развития города Вот и та, так сказать Конфигурация, которая заложена сегодня Когда есть старая Рига Которая, ну, почти заповедная зона Через которую не движется Насквозь общественный транспорт Та схема развития мостов И транспортного сообщения Которой мы сейчас пользуемся Она была заложена Как выяснилось Еще в 80-е годы Альфред Петрович Каким образом вообще Это происходило Городское планирование Какие, ну, как бы Вводные закладывались На развитие города И каким образом вообще Вот это все реализовывало жизнь Как быстро это делалось Мы сейчас очень ругаем бюрократию Говорим, что, ну, бюрократия Сдерживает многие процессы И, ну, когда, так сказать Происходили процессы перестройки В Советском Союзе Тоже были, так сказать Многие упреки высказывались Бюрократии, портократии В том числе и так далее Но вот я хочу поделиться Своим таким впечатлением Разговора с одним руководителем Достаточно крупным Который возглавлял, ну, одну, так сказать Организацию в Латвии Очень значительную В течение, наверное, 40 лет Вот И он однажды, так, немножко смеясь Сказал, что Мы думали, что советская бюрократия Очень неповоротлива и скучна Но когда я столкнулся с европейской бюрократией Я понял, что советская была Просто Идеальна Ну вот Так вот, как планировался город И каким образом были приняты решения Вот о том, что, например Надо прекратить сквозное движение троллейбусов По улице Ленина, тогда она называлась А сейчас это До памятника свободы Бривбас А потом Кальтио Ну, здравствуйте всем Кто нас слышит Кто-то еще и видит Я доволен, что приглашен на такую передачу И поделюсь тем Чем моя память богата И как это все делалось Во-первых Тогда Каждый район города И город в целом Так же, как республика в целом Составляли Пятилетние планы Социального развития Которые Включали в себя Развитие И местности На которой Тот или иной Город Или район Расположен И включали Вопросы Социального обеспечения Людей Которые включали Жители этих территорий Которые включали в себя И удобства По достижению Места работы Места учебы До учреждения культуры Учреждения медицинских И так далее Все это учитывалось Для того, чтобы все это учитывалось А не так, что я хочу это делать У меня голос повыше Я достану А другие пусть вам как хотят Составлялись такие планы Собирались предложения Соответствующих территорий Которые управлялись Тем или иным Местным советом И когда эти планы готовились Тогда территории Давали свои предложения Депутаты Согласовывали эти вопросы Всех уровней Согласовывались С жителями территории И тогда они попадали к нам Сначала В архитектурное управление Которое планировало Это все А там отбирали Что подходит Что не подходит Что надо Что не надо Потом все это Связывалось с финансами Потом у нас был Городской институт Планирование развития города И строительства города Гипрогорстрой Гипрогорстрой Гипрогорпроект И Гипрогорстрой Оба они были Они все это Так сказать Разрабатывали Пересчитывали И разрабатывали Потом это подавалось В республику Республика Я поскольку Тоже участвовал В этом Мы все-таки Столицей были Поэтому их мнение Тоже учитывалось Но особенно Это касалось Всяких транзитных Больших Каких-то Дорог И путей Сообщения Ну и так В итоге Получалось То что Все Суммировалось Такой Перспективный План Генеральный План Развития Города Я участвовал Дважды Первый раз Только Я пришел В горы с полком В 1985 Году А значит Там уже План развития Был Поэтому я работал Над тем Чтобы этот план Осуществить А потом Участвовал В развитии В разработке Плана Развития До 2000 Года И в том числе Там тогда Был метро Мне приписывают Заслугу Что я метро Придумал Я метро Не придумал Что оно Надо городу Потому что Я пришел Метро Уже все было Генеральное Так сказать Планирование Было И разработки Были сделаны Это было обусловлено тем Что население города Приближалось К одному миллиону жителей И поэтому Ну как бы По советской Так сказать Структуре Это так планировалось Обычно Это не только потому Но еще и потому Что были миллионники города Которые не имели метро И им не давали его строить Потому что они по-другому были Служены И все остальное Ригу все любили В Советском Союзе Нас считали Как бы прозападным Немножко так настроенным Витриной Витриной Советского Союза Да И это не случайно Потому что Таллинн и Рига Рига и Таллинн То есть Эстония и Латвия Занимали Первые места В Советском Союзе Среди всех республик По выработке Продукта На душу населения Самая большая Выработка продукта Из прибалтийских республик По вопросам Сельского хозяйства Это давала Литва Так что Нас все уважали Считались И шли навстречу Ну то есть Если вот посмотреть На это с точки зрения Сегодняшнего Европейского планирования То как раз Еврокомиссия При разработке Очередного плана На 7 лет Выдвинула Такой тезис Что необходимо Помогать Даже вот не странам А именно Городам Агломерациям Где Высокий уровень Ну так сказать Вот того самого Внутреннего Волового продукта На душу населения То есть которые эффективно Работают со своими ресурсами С населением И обеспечивают Ну так сказать Высокий уровень Производительность труда То есть это как бы В Советском Союзе Было то же самое Я это 100% не могу Подтвердить Относительно Европы Потому что Когда я работал в Европе Будучи там депутатом Значит То тогда лозунг был такой Что надо Исти к выравниванию Уровней жизни Это было и в Советском Союзе Но после войны Была такая разруха Что там Выравнивание Мы говорили И старались Стремились Но первую очередь Это была достижимость Удобное достижение Места работы Удобное и быстрое Получение медицинской помощи Тогда и связи-то не было Телефонные Потом появились Эти телефоны все А так Проводная связь Обеспечение Электроэнергии Вот это было первое Что после войны И даже Тогда когда я Не сразу после войны был Но это все осталось Что надо было доделывать А потом уже На последних съездах партии Ставилась задача Действительно Вести выравнивание И Также когда Составлялись Пятилетние планы Там отдельной строкой Шло Сколько из Союзного фонда Сколько Какой республике Давать дотации И были так же Как сейчас И государства Которые Измеют Больше прибыли Чем другие В среднем Те помогают Тем Которые более отсталые Это был Один из Таких Краегольных Таких Камней Требований Чтобы Не было Обиды Одной республики На другую А то получается Всегда пример Приводили Вот Там Казахстан Узбекистан Особенно Выращивают Хлопок Он дешевый Как сырье Работа Очень сложная Трудная Вредная Там много Заняты Женщины Много Занят Даже Подростков Детей А прибыль Он дает Мало Когда он Приходит К нам Уже Обработанный Мы делаем Ткани И это Уже Дорогое Продаем Тогда Говорят Вот Латвия Пришивает Пуговица Прибыль Все собирает Так не было Мы собирали Но мы Делились Это Делал Госплан Союза Вот Поэтому Это Было Очень Ответственно И То есть фактически План Городского Развития Корректировался Каждые Пять лет Да Да На пять лет Потому что Много Строилось Много Оказывалось Ненужным Неправильным Или Не Досчитали Поэтому Тогда Не столько Аппарат Это все Считал Сейчас Я думаю Аппарат Много Кто Поблаты Кто За взятку Кто Как Об этом Пресса Пишет Я ничего Не придумал А тогда Был институт Горплана Который Смотрел Что строить Как строить И чтобы Это было Не на Короткое время А на Долго Долго Как вы Относитесь К таким Высказываниям Владимир Владимирович Путин Сказал Что В Советском Союзе Производили Одни галоши Которые Продавали В Африке Чтобы там По песку Можно было Ходить Вот руководитель России Государства И такое Говорит Как бы вы Оценили Это высказывание Спасибо Спасибо Ну Я такого Не услышал И Галоши Как раз на юге Это никому Не нужны Галоши Нужны Там Где болото А Латвия Да Латвия Тоже Имела Фабрику Красный Квадрат Который Делал И для Рыбаков Сапоги И обувку И галоши Которые Наваленко Одевают И все Что касается Путина Я такого Не слышал Ну Такое Выражение Я слышал Да Ясно Есть еще Звонок Добрый день Говорите Мы вас Слушаем Добрый день Вы знаете Альфреда Петровича Во первых Квартиру Он себе Выбрал То есть Не выбрал А получил Как все люди Самую обыкновенную И потом Еще Когда он Участвовал В кроссе В одном Он же мог И одет Да Себе Купить И все А он Участвовал В кроссе Одет И в обыкновенную Маечку И трусики А для реги Он много Сделал И вот Это Велодорожка Тоже Которая До сих пор Существует До Юрмалы Да Да Что за хорошее Спасибо ему Очень большое Спасибо большое Спасибо вам За оценку И за то Что все заметили Что касается Квартиры То Сейчас Каждый из руководителей Выбирает Пальцем Показывает Это мне И вот Давай ее Отдел Сделай Я Не успел Тогда До того Как я был Лишен Всего И посажен За решетку Но после того Как вышел Я все Я журналистов Очень многих Особенно Те Которые Настроены Против Советского Союза Приглашал И давал Интервью В своей Квартире Пусть Мы смотрим Какая Выглядела Тогда Квартира Мэра Столицы Как и Выглядят Сегодня Все Хором Которые Строят И Делают Это Правда За нами Следил Народный Контроль За нами Следила Партия И никому Такое Не давало Этим Я не хочу Сказать Что не было Каких-то И тогда Излишек Были у некоторых Мое кредо Личное Было Такое Каждый Руководитель На любом Посту Это я И на заводах Делал И потом Министром Будучи Должен иметь Такое Обеспечение Тот уровень Который Он обеспечил Своему Коллективу Который Он возглавляет Спасибо Альфред Петрович За Ваше Такое Кредо Я думаю Что Многим Хотелось бы Пожелать Нынешним Руководителям Больше Скромности Проявлять Мы сейчас Уйдем На небольшой Перерыв У нас Есть звонки Пожалуйста Не оставляйте Своих попыток Дозвониться Мы обязательно Вас Добрый день Еще раз Уважаемые Радиослушатели Снова в программе Очевидец Мы говорим О том Как зарождались Контуры Нынешней Риги Которую мы Все любим И которую мы Ну как бы Используем Для жительства И вообще Это наш Наше гнездо Наш родной город У нас в гостях Альфред Петрович Рубикс Он возглавлял Рижский Горосполком В течение 1985-1990 годов И Многие вещи Которые Для нас Стали привычными Появились Как раз тогда Когда он Был во главе Города Вот Перед Перерывом Позвонила Слушательница Рассказала Выразила Благодарность Альфреду Петровичу За велодорожку Которую Наверное Первая в городе Была построена И соединила Ригу С Юрмалой За эфиром Альфред Петрович Начал рассказывать Как она появилась Что это было Как возникла идея Ну я Был зато Я и спорт поддерживал Физкультуру И сам участвовал Сколько мог Вы тут вспоминали Эти Кроссовки Так я вот Первые кроссовки Получил От Теперешнего Соседа Бывшего Председателя Комитета По физической Культуре И спорту Дам Это знатность Я Прибежал Не первый Но я Как руководитель Был единственный Кто тогда Бежал И дистанции Прошел И даже Не последний Тоже И вот Получил Так что я Бегал В советских кроссовках И не в этом Дело А идея велодорожки Мне хотелось Чтоб молодежь Больше двигается Видел Толкается На электричке Хотя электричек Тогда Было и много И ходили они часто Но всех перевезти нельзя Ну мы помним Юрмалу Да А энергии много Вот я придумал Что То что я увидел Будучи в Литве Что там велодорожка сделана Но там она бесцельна Просто параллельно С шоссейной дорогой идет А тут я придумал Из Риги В Юрмалу 18 там километров Мы до предайной Это сделали И действительно Мне очень многие Благодарят И говорят Что она есть И сейчас Правда Некоторые там Где-то ездят На легковых машинах Но это На совести Те Это делать Так как Посмотрят Зеленые зону Я тоже Я тоже Я тоже Я тоже так Боролся Тогда Сейчас Крутых машин Много Причем Папина Или 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 Девушке Друг подарил Машину Едет Как на танке По Танкодрому Не смотрят Велодорожка Почему Потому что Рядом С Румбулой Там большой Жил массив А там Молодежи Негде Заняться Не было Никаких Физкультурных Учреждений Ну вот Там надо было Задумано было Построить 16 кортов И там Можно было Мы продлили Трамвай Уже Проект был Чтобы можно было Доехать Легко И все Машин Тогда так Не было И не толкаться Эти Такие Проекты Мне нравились И никакой Трудов Не было А поскольку Деньги На социальное Развитие Города Были Потом У нас был Совет Трудовых Советы Трудовых Коллективов Ручговедителями Которых Были Директора Если Где-то Денег Не хватало На такие Общественные Нужды Мы могли Их попросить И у кого Оставались Деньги С удовольствием Это давали Так Появился Например Подземный Переход Около ВЭФа Там Раньше Не пройти Было Когда Столько Транспорта И столько Народу Перевезти Надо А там Рядом И вагоностроительный Завод И Сарканозвайг Там недалеко И 8 марта И значит ВЭФ сам по себе Поэтому Разрешили Заводам Тоже В этом Участвовать Это было Правильно Понятно То есть Подземный Переход Построили За счет Завода ВЭФ За счет Завода ВЭФ У нас есть Звонок Добрый день Говорите Мы вас Слушаем Вопрос Вашему гостю Что вас побуждало Стимулировать Миграцию В Латвии Из Советского Союза Второй вопрос Что вас побуждало Выступать Против движения Народного Впронта И Движения Национальной Независимости И что вас Побуждало Поддерживать ГАХЧП Хорошо Спасибо Понятно Ну А Как Величать Вас Мы уже Выключили Слушатель Он не Представился Мои убеждения Я с детства Рос В семье И потом Вся моя жизнь Была связана С тем Что я Умел делать Многое И видел Как это Рождается И как это Все люди делают И сколько Надо Вкладывать Труда В то Чтобы это Все Получалось Поэтому Народный Фронт Латвии Народный Фронт Латвии Кроме того Посмотрите Если вы Помните Статистику У нас Было 201 Депутат Верховного Совета Или Народных Депутатов Латвии В Верховном Совете Республики И Там Из этого Все Были довольны Получали Должности Получали Деньги Даже За то Что Депутат Стует А потом Решили Что надо Это все Покончить И сделать По-другому Ну сделали По-другому И из них Из этих 201 108 Проголосовали За независимость Я был За независимость И есть Мое Выступление Вот еще в одной книге Которая Еще это будет написано Я выступал Пожалуйста Проведем Референдум Был закон О выходе Из состава Советского Союза И тогда Не было бы Такого Мародерства Которое Было Все Разворовали Например Торговый Реболовный Флот Вывозили Те Которые Этим Располагали Начальники Их же Прислужные Все Вывозили В океан Чемодан С деньгами Пересаживались Экипажи И вот Флот Когда В 91 Году Еще был 101 Корабль Сколько Сейчас Корабли Под латышским Флагом Ходят Единицы Поэтому Я был Против Этого Всего Я Не был Никогда Против Независимости И сегодня Моя страна Латвия Из которой Я В отличие От тех Которые Сейчас Руководят Этой Страной Выезжали Как стало Жарко И трудно Здесь жить Я никуда Не выезжал Я Пережил Фашистскую Окупацию Пережил Все расстрелы Все остальное Ребенком Поэтому Я этим Всем дорожу И Если хотели Выходить Я тогда Выступил 4 мая На Верховном Совете И сказал Давайте Проводим Референдум Не хотели Мучились Пока Все Разворали Да Еще Не все Сегодня Разворовано Процессы Еще Не Закончены Все Ясно Мое Убеждение Это я Такой Не надо Было Избирать Спасибо Так Говорите Мы вас Слушаем Добрый день Ну раз перешли Уже к геополитике Вот такой вопрос Я сначала Эпизод напомню Чтобы понять Не был вопрос Вот смотрите Валентин Фалин Вы помните Кто он был Да Управляющим Ну Ведущим отделом Да Да Вот смотрите Валентин Фалин Рассказывает Вот заседает Политбюро При Горбачеве Вечером Принимается Такое-то решение Да И значит Но не узаконивается Еще А как бы Обсуждается Вот уходит Горбачев домой Значит Приходит с утра От Раиса Максимовны И то что решало Вчера целое Политбюро Это высшая Инстанция Значит Государства Да Да Выдающегося Государства На тот момент Значит Оно отменено То есть дома Горбачев Естественно Значит Своей женой Решает Что это в сторону И вот у меня вопрос Просто Я почему этот эпизод Сейчас поймете Вот То что мы имеем Сегодня Для меня Это следствие Вот этой Значит Иерархической Выстроенной Коммунистической Системы В те времена Да Которая была Не идеальна Но она была Значит На 70 Предыдущих лет И в итоге Это закончилось Вот этим Ничтожеством Которое Дома с женой Решает Вот как жить Дальше государству Так вот Все-таки Как вот Если вы задумывались Об этом Наверняка Вы задумывались Как можно было Дойти Вот Значит От совершенства С разными Знаками Вот Человек Звонил Предыдущий Там Минус У вас плюс У меня Допустим Нейтрально То есть Система Выстроенная Ну Не идеально Но очень Мощно До сегодняшнего Вот этого Бардака Как вы сказали Еще не все Разворовали Скажите Пожалуйста Извините Я вас Перебью А вот Ваша Ваша Концепция Или ваше Предположение В чем Что система Кадровая Была Какая-то Неправильная Вообще Система Организации Была С ошибками Если вы мне задали вопрос Я отвечаю Это что Премия не занимает Вот смотрите Горбачева Подтянул В Москву Андропов Тоже вот вопрос Для меня Андропов Фигура Очень такая Мутная То есть Значит КГБ Андропов Потом Глава Государства И достать Опять Вот этого Из Ставрополя Значит Комбайнера Значит Еще раз Слова не мои Ничтожество Пртянул в Москву А Громыко Громыко Чтобы стать Председателем Верховного Совета Ставит этого человека В Волгозе Государства Ну то есть Вот мышление Людей В общем-то Сильнейшей Державы Которые Мыслят Вот такими Категориями Опять же Все сводится К моей прямой Выгоде Андропову Удобно Пртянуть Этого Потому что Он лил Значит Бальзам на его Уши Как он прекрасен Андропов Горбачев Его там еще Принимал Значит На Ставрополье Громыко Ставит Во главу государства Громыко признал В конце своей жизни Что это была ошибка Но делал-то он Эту ошибку Громыко Якобы Выдающийся Политический Деятель Того времени Значит Мистер Нет Хотя Как недавно Я прочитал Где-то Он потел Когда Крущев ему Звонил Тоже странная Информация И вот Вы задаете вопрос Как это могло быть Так это Тот вопрос Который Я задаю Господин Спасибо Хорошо Спасибо Я отвечу Я Подтверждаю Ваши слова Есть не только Фалин А есть еще Книга Болдина Бывшего заведующего Общим отделом Он умер К сожалению Уже Который Те же самые Эпизоды Факты Все пишут И я сам Участник Таких встреч Вечером Заседает Политбюро Все решаем На утро Приходит Говорит Товарищи Вот Мы вчера решили Мы правильно Решили Но вот Вечером Я собрал Своих помощников У него Как у президента Были помощники Рейс Максим Он тоже Участлив Мы решили Что вот Надо более Рационально Сделать И все Никому не выступать Ничего Не дают Я эти слова Не первый раз Произношу Произносил Ну поэтому Меня и ненавидели То есть Вы тогда еще Возражали Это огромная ошибка Ошибка На мой взгляд Все таки Это очень Высокий уровень И С тех пор Как Перестали Быть во главе Государства Люди Которые Сами Прошли Огонь И воду И медные трубы Да И кремль И медные трубы А последним Таким Был Сталин Что-то Еще смог Брежнев И он Трижды просился Что он болен Отпустить Его не пускали Я для себя Делаю вывод Что все окружение Было Из таких Вот Пожилых Сильно пожилых Людей И их устраивало Это Выступая на политбюро Я говорил Нередко говорил Я говорю Товарищи Надо Чаще бывать В народе И посмотреть И послушать Что они Говорят И это выполнять А то вы Из-за этой Высокой Кремлевской стены Не видите Что там происходит Ну вот Рубикс Опять об этом Ну а когда Вас так ставят Имея Достаточную Должность И самосознание В коллективе Где сидят Все заведующие Отделами ЦК и аппарат Где сидит В зале Где-то 50-60 человек И 20 с лишним Членов Подбюро То конечно Мурашки По шкуре идут И вспоминаешь Сталина Думаешь Другое время Вы Заходишь Генералом И выйдешь Вы товарищ Майор Хорошо Ну вот Единственное Что я могу Это признают Все Но это Теперь поздно Это было Разложение Верхушки Из-за того Что не меняли Был Помоложе Которое Можно было Стать Выше Первый Секретарь Ленинградского Вкома Партии Так ему Сделали Спровоцировали Не знаю Брал он эти тарелки С эрмитажа На свадьбу Дочери Или нет Я пытался Этим разобраться Никто не мог Подтвердить Ну написали Сделали Разбай На весь союз И все И скомпрометировали Старые методы Добрый день А еще там был Последний эпизод Он к этому Относится Тоже А еще же был Яковлев Который был Явно предатель Я был хорошо знаком С верхушкой Чекистов Которые в Москве Работали Они ко мне Нормально относились Они говорили Что они ничего Не могут сделать Потому что Яковлев И Горбачев Это одна Команда Говорите пожалуйста Альфред Петрович Сейчас у нас Звонок есть Два вопроса Вот если Во власть Пробирается человек Ну такой подлый Который потом Устанавливает Фашизм Нацизм Вот что делать Народу Как бороться Либо не надо бороться И второй вопрос Российская империя В Латвию Вкладывала За счет Я думаю Недоедания Своего народа То есть Отбирали От себя Отдавали в Латвию Чтобы здесь Развивалась экономика То есть Латвия Латвия Рига Третий город В империи После Москвы И Питера Но вы имеете ввиду Еще имперское время То есть до 17-го года Да То есть зачем Это Россия делала Для какой цели И потому что Все равно Раза три Потом местные Экономику Это разворовывали И народ Опускали До Ну как и сейчас До 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 Нищеты Вот Смысл какой Для чего Россия Это делала Почему именно В Ригу А не там В Таллин Либо Другие города Ну а кстати В Варшаве Тоже так же Тоже высокий уровень Был Спасибо Ну во первых Это вопрос Не ко мне Я могу только Свою какую-то Оценку дать Этому Да И если вспоминать То чего Кладывают Не надо добыть То есть 1721 году Петр Первый Ригу отобрал У шведов И значит Она осталась С Россией Таких примеров Можно приводить И все они Объективные И во многом Субъективные Но Я Россию понимаю Потому что Это большая страна Ей нужны были выходы Петр Первый Прорубил Окно в Европу Потому что Россия стала тесно Не тесно По территории Территории Ей хватает Но тесно Потому что Надо сотрудничать Со всем миром Так как и сегодня Это надо делать Поэтому я Россию в чем-то Обвинять не могу И когда говорят Что Вот Россия Почему там Укрепляет Свои границы И почему там С Белоруссией Дружит И все делает А какая страна Этого не делает Соединенные Счаты Не считаются Что для них Вот Прибалтике И все Они совсем За океаном На другом Континенте Проживают А что они Тут так Копаются Сильно В наших делах Ведь все знают Все понимают А почему Что делать Народу Не надо Махать рукой И думать Что кто-то Какой-то Дядя Или дедушка Придет И что-то Сделает Голосовать Надо идти И надо читать Все грамотные И смотреть Что этот человек Сделал Откуда он взялся Вдруг всплыл Как одуванчик И будет Тут порядки Наводить Поэтому сами На себя Пинайте Те кто Не идут Голосовать Ой я не пойду Голосовать Ну не ходи А потом Не плачь Только так Партии слабые И так далее Тут вопросов Много Это целая теория Да у нас есть Еще один звонок Будем Добрый день Говорите Извините Александр Альфред Петрович Вот Вы наверное Читали выступление Вилли Саласаса Летом 40-го года Вот Сейчас хвалят Многие Период Ульманисы А вот Вилли Саласас Там давал Очень четкую Характеристику Как вы думаете Вот все Что тогда было Это спектакль Был Или он все Реально Так сказать Обрисовал Обстановку Спасибо То что Я высоко ценю Он и потом Когда руководил Государством Трудные минуты И трудные часы И годы Там есть что вспомнить И много чего было сделано Я не историк Поэтому не берусь Оценивать все С такой точки зрения С точки зрения Инженера-механика Которым я являюсь Я вижу Очень и патриотом Латвии У нас очень много Звонков Альфред Петрович Ну чтобы вот Закончить Нет Закончить тему С городским Планированием Я бы хотела Чтобы вы показали На камеру Ту брошюру Которую вы принесли И Рассказали немножко Вот об этом проекте Который у вас в руках Я очень Извиняюсь Перед радиослушателем Что мы не можем Выслушать все ваши Телефонные звонки Я думаю Что мы с Альфредом Петровичем Переговорим Договоримся еще раз Его пригласить Раз у вас так много Вопросов к нему Боитесь Что вас закроют? Нет Нет Не боимся Значит Северный Так называемый Переход через Даугаву Входил В наши планы Когда мы Генеральный план Разрабатывали Развитие страны До 2000 года Там было и метро И вот Северный переход Потому что Рига так Исторически Сложилась Так строилась Что она имеет Центрально-радиальную Систему Или сеть Всех улиц Куда бы Кто откуда Не ехал Все должны ехать Через центр Чтобы попасть На второй город На второй На левый берег Или слева На правый Это раз Во-вторых Значит Очень Нет Не было И нет И сейчас Еще объездных Дорог Что-то появилось Но они Не такие Как должны быть Поэтому Мы планировали Значит Северный мост В створе Улицы Ханзес Переход Через Даугаву И было Три Четыре Варианта Первый Был подземный Туннель От этого Отказались И вот Тут говорили О гражданской Обороне Если что-то Случится Даугавская Рижская ГЭС Или еще Тегумская ГЭС То Этот туннель Будет Затоплен И этого Перехода Не будет И А если Война Или что Которые Тут ноги Пророчат Что вот-вот Кто-то Нападет Никто На Латвии Нападать Не будет Если сами Не заслужим Этого Вот Поэтому От туннеля Отказались Было Три варианта Надземного Был Значит Сплошной Такой Без Без Арок Никакой Мост Такой Переход Значит И Было Два Вида Разводных Мостов Одни Как Питере Раскрывается Поднимая Как Книги Эти самые Листы Да А второй По кругу Выбрали По кругу Выбрали По кругу То есть Поворотное Звено Которое По течению Реки Становится Площадка Которая Поворачивается И Делает Проход Для кораблей И для яхты Для чего Надо было Все настаивали На том Что проход Должен Такой Быть Ванта И мост Это красиво Но Надо Чтобы И на панораме Города Были И яхты И корабли И так далее Поэтому Вот был Выбран Поворотный Он стоил Где-то 45 миллионов Рублей Рублей Да Ну Так что Ему Не суждено Было Осуществиться Тут фантазировали После меня уже Другие Какие-то Виды Переходов Ну И они Остались В истории Как есть Это из моего Личного Архива Ну Ну Вот Таким Спланировал Альфред Петрович Наш Город В нем Должен Был Появиться К 2000 Году Северный Мост Которого К сожалению Нет до сих пор Как и нет Объездной Дороги Так Назваем Первую очередь Метро Дублер Улицы Бривибас Планировался И сейчас Наверное Неизвестно Когда он Сможет У нас Появиться Очень Мы вас Благодарим Уважаемые Радиослушатели За ваши Звонки Я вижу Что Телефон Просто Раскалывается От Ваших Звонков И к сожалению Уже Не остается Времени Принять Эти звонки Мы еще Не затронули Тему Гражданской Обороны И эта тема Наверное Очень актуальна И интересна Потому что Нам еще Всем предстоит Оценить Ну как бы То Как Страна И Город Рига Боролись Сегодняшние Ситуации В Чрезвычайной Ситуации Противостояли Угрозам Заражения Людей Коронавирусом И так далее Я думаю Что Альфред Петрович Будет Здоров И Может быть Через недельку Придет в нашу Студию еще раз Мы будем Очень рады Его видеть И Вы Уважаемые Радиослушатели Тоже В следующую Пятницу В 3 часа дня Не забудьте Включить Ваши радиоприемники И послушать Программу Очевидец Программу О нашем с вами Вместе Общем Прошлом И настоящем С вами был Альфред Петрович Рубикс Бывший Председатель Рижского Горосполкома И Человек Который Всю жизнь Посвятил Служению Народу Латвии И Автор И ведущая Программы Людмила Прибыльская Нам помогал Звукорежиссер Родион Золотарев Всего доброго Спасибо всем Спасибо И Не ленитесь Готовьтесь к выборам Вирус пройдет А выборы будут До свидания Всего доброго До свидания